Сегодня у Гомеля открылись первые международные паскевицкие читания. У конференции проймают удел специалисты библиотечной и музейной справы, а также краезнавцы из Беларуси и России. С историей семьи, которая объединила несколько стран, знакомились наши корреспонденты. Ее особенностью является исключительная историческая редкость. Книга была осуждена церковно-религиозным судом в Сарбоне. Тиражи ее уничтожались на кострах священной инквизиции. В этой книге вы можете увидеть уникальные исторические гравюры и, конечно же, непревзойденное оформление французского переплета. Выдание, об яким рассказывая краезнавцы Дзянислем Тюгоу, можно аднести до особливо редких. У свете засталось усяго каля десяти экземпляров. Гэты гистория двора Папы Рымского 1612 года. Вохоле Дагастрышненской революции у фамильной библиотецы князев Паскевича, якая потом стала основой отдела редкой книги областной библиотеки, наличвалася свыше 20 тысяч тамов. До нашего часу заховалася крыху больше, як 6200. Проводимая конференция выник проекта Паскевича и светской эпохи, над яким у Гомеле працавали на протягу года. Головная мета – популяризация гисторичной спадшины. В Гомеле с Камеменей в 1882 году впервые в Беларуси появился телефон. И это всего через 6 лет после того, как изобретение американского инженера Александра Была было продемонстрировано на выставке Всемирной Филадельфии. Телефонную станцию имела и Добружская пищебумажная фабрика. И именно на ней в 1889 году заработала первая на белорусских землях промышленная электростанция. А введение 8-часового рабочего дня на этой фабрике стало первой инициативой подобной в Российской империи. Первые паскевичские житания – это еще одна махчимость звернуться до совместной белорусско-росийской истории. Неуапошную шаргу по этой причине без уваги у дельника у конференции не застался так само уладальник гомельского маянтка Миколай Румянцев – дипломат, асветник, меценат. По великим рахунку Минавитайон заклав основу центральной участки города. Гомелю заправды пошанцевала. Петербургский чиновник, высокопоставленный государственный канцлер, председатель Государственного совета. А он себя завещал похоронить именно в Гомеле. Здесь он провел много времени. Сироду дельников первых паскевичских читаний у специалисты библиотечной и музейной справы, краезнаутцы и историки. С Минска, Гомеля, Бреста, Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска. На протягу двух дней он подчас пленарного посаджения и работу в секциях планует заслухать каля 30 докладов, а так само наведать шерох установ культуры. Але махчимая ще больш значная задача – поширение навукового супрасовніства. Поскольку здесь в Гомельской областной библиотеке начинается и уже во всю идет большая и серьезная работа по изучению наследия паскевичей, мы приглашаем всех ознакомиться по подробнее с фондом Российской государственной библиотеки. И я уверен, что это ознакомление значительно обогатит наше представление об этой выдающейся исторической личности. Олег Сентюров, Евгений Кухаронак, Валерий Гапанько, Телерадоя компания «Огомель».